Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и я, Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Автомногоборье. В Рязани состоялся чемпионат по вождению. Небесные граждане. Выставка московской художницы на евангельские темы открылась в Рязани. В четверг в Рязанской области кипели нешуточные страсти. Здесь состоялся конкурс по автомногоборью. Участвуют как юноши, так и девушки. И не абы кто, а студенты техникумов, колледжей и юношеских автомобильных школ. Как все прошло, расскажем далее. На автодроме студенты меняют колеса быстрее, чем в автосервисе. Как на Формуле-1. Ну, ладно, почти как на Формуле. Но медлить действительно нельзя. Этап идет на время. При этом, абы как колесо поставить, выйдет себе дороже. Судьи, они же сотрудники ГИБДД, оценивают в том числе и сноровку. Поэтому и сплелись на автодроме воедина техника и скорость. И это только один из этапов регионального конкурса по автомногоборью. Этот конкурс предполагает несколько испытаний. Самое главное, это, конечно же, хорошее знание правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи, а также фигурное вождение автомобиля и замена колеса. Кстати, всем ребятам еще нет 18, соответственно, нет и водительского удостоверения. Однако все этапы решки, они щелкают не хуже, чем опытные водители, говорят инспекторы. И на каждом суде все так же оценивают технику и время. Даже при сдаче тестового экзамена по билетам. Знание ПДД – основа, без которой не то что на дорогу, на автодром не выпустят. Поэтому юношам и девушкам важно знать и теорию, и практику. Были и творческие конкурсы. Баллы давали и за них. Однако упор все равно шел именно на знания. Победителями уже не первый год стали студенты автотранспортного техникума. Как в командном, так и в личном зачете. Победителям не только призы и кубки. В сентябре команда поедет на всероссийские соревнования по автомногоборью. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Ярмарки для Рязани сегодня необходимы, но сами подходы к организации пространств у нас очень хромают. Нужна общая концепция, заявил на правительстве временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков. Территории, по его словам, необходимо срочно привести в порядок, обустроить подъезды и сделать их, цитата, более цивилизованными. Праздничные пешие прогулки по Рязани получились для врио-губернатора весьма познавательными и привели его к определенным выводам. Например, в особом почете у рязанцев сегодня ярмарки, поэтому городу нужны дополнительные площадки. Возможно, там, где укажут сами жители. В качестве позитивного примера Павел Малков привел тематическую ярмарку на площади Победы. Там вот совсем другой уровень организации. Там ярмарка такая, какая она должна быть. Да, понятно, что это не ярмарка выходного дня, немного другая концепция. Но сам объект очень интересный. Может стать такой хорошей точкой притяжения. Неработающий фонтан и не скошенная кое-где трава – это то, что во время прогулок руководителю региона бросалось в глаза сразу. Поэтому предложение привлечь дополнительные силы и средства для благоустройства города выглядело вполне логичным. При этом без действия некоторых управляющих компаний Павел Малков подчеркнул отдельно. Их в городе 94. И это вот не тот случай, где количество у нас перешло в качество. Наоборот, большинство компаний, как я уже вижу, обязанности свои в полной мере не выполняют. Проблемой этой мы будем серьезно заниматься в диалоге с управляющими компаниями. И вот хочу отметить, что здесь в этом взаимодействии большая роль, в том числе и в госжилой инспекции. Я там системной работы не увидел, поэтому теперь будем инспекцию перезагружать. Действующий руководитель от должности освобожден. Потому что рязанцы не должны видеть неубранные дворы, мусор, другие проблемы, которые возникают как раз из-за безответственности. После пеших прогулок по Рязани вслед за Геннадием Шмидтом своей должности лишилась еще и начальник главного управления ветеринарии Рязанской области Людмила Гаврикова. И похоже, эта отставка не последняя. Под ударом сегодня абсолютно любой чиновник выдавать им политические индульгенции, судя по всему, Павел Молков больше не намерен. Максим Васильев, телекомпания «Город». В промзоне на Куйбышевском шоссе уже на протяжении двух лет, причем и зимой, и летом, канализационный колодец – основной источник возникновения местного болота. Перекрыть течь почему-то не получается ни у кого. Вот так на протяжении уже двух лет вода из колодца возле одного из предприятий на Куйбышевском шоссе веселым ручьем заполняет всю территорию вокруг. Разлив теперь уже стал непроходимым болотом, в котором, по словам местных жителей, уже завелась живность – лягушки и комары. Эта территория относится к городу Рязани. Мы всячески ее поддерживаем, в чистоте, в порядке, благоустраиваем ее. Приезжали, смотрели, говорили, что это ливневка, ну, сами понимаете, или канализация, то есть канализация здесь не похожа, здесь был бы запах. Ливневка тоже так круглогодично и ежедневно не может течь. Несколько месяцев назад в ответ на обращение местные жители получили гарантийное письмо. До 15 апреля 2022 года участок сетей обещали благоустроить. И частично это сделали. Но, по словам Татьяны Лапиной, вода нашла другой выход. Вот эта вот территория, я говорю, вот она относится к нашему предприятию. Здесь затопило все в округе. Но пока помощи никакой, никакого результата нашей просьбы пока не откликнули. Нас слушают, но не слышат. Водоканал нам выдал гарантийное письмо. Все ссылаются друг на друга и результата никакого нет. Как пояснили нам в городском водоканале, письмо гарантирует благоустройство именно в том месте, где был прорыв. Но пока там течь, благоустройство невозможно. А течь возникла из-за безрассудства коммерческих структур. Даже за промзоной нужно следить. У них разрушилась, провалилась система ливневой канализации. И вода, дождевая и так далее, грунтовая вода никуда не уходит, заполняет подвалом. Ее периодически скачивают, и она где-то даже нашла место свое, и попадает вот в эту, в телефонную канализацию, и здесь вытекает. Там, где у водоканала текло, несколько лет, полгода назад, там даже по осени еще текло. Нам давно все сделали, сейчас там ничего, по крайней мере, у нас не течет. По словам главного инженера водоканала Александра Никонова, уже на следующей неделе специалисты, вместе с префектурой Октябрьского района, соберет комиссию и окончательно прояснят, откуда в колодце вода. И чья это зона ответственности. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». Дорога снова стала камнем преткновения. В этот раз ситуация даже хуже. Дорога не то, что плохая, на ней еще и постоянная пробка, притом из большегрузов. Такая ситуация на этой дороге в последнее время не редкость. Это поселок Карцево, через который пролегает единственный путь к заводам «Доширак» и центра «Транстехмаш». Дорога здесь узкая и вся в выбоинах. Здесь дорога идет вот с Платного моста и на Платный мост. Утром едут люди. Ой, забыла, Радужный, там поселок у нас называется, Льгова, Рубцево. Там пробка большая, с той стороны Дошково-Песочни. Они все едут на Вишневку к нам. Здесь вообще поток машин. Вот и выходит, что на узкой, по мнению жителей, улицы, автомобили и большегрузы просто не разъезжаются. Кстати, к моменту приезда нашей съемочной группы местные активисты сказали, что машины будто разогнали. Обычно наоборот. Проблему этой мегапробки с поселковыми властями сначала пытались решить полюбовно. Татьяна Бирюкова, например, писала в местную администрацию 6 лет назад. Ответ был простым. Денег нет. Сейчас вот помогают. Чем могут? С периодичностью проходит работа, идет мелкое засыпание, грунта, гравия какого-то. Но он под таким большегрузом, вот идет, например, машина, она вся разбивается. Это надолго не хватает. Опять же, мы сбываем погодные условия, что все размывается, снега. Впрочем, решение это временное, при том на теплое время года. Зимой здесь ситуация еще хуже, рассказывают местные жители. Фуры не могут подняться в горку. Два большегруза на узкой дорожке не разъедутся вообще. И вот что происходило после отъезда нашей съемочной группы. Снова пробка. Вот. Смотри, пап. Здесь нет дороги, все. Хорошо, пошел. Возможно, ситуацию бы исправил светофор, двух- или даже трехфазный. В любом случае, по словам жителей, дорога на балансе города. Это Октябрьский район. И какое-то решение от мэрии было бы очень кстати. Наша телекомпания составила запрос в Рязанскую администрацию. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Не пейте, дети, молоко и будете здоровы. Так можно перефразировать советскую песню, если вчитываться в отчеты управления Россельхознадзора. Инспекторы ведомства снова выявили некачественную молочную продукцию. И это уже в четвертый раз за последние три месяца. Заниженная пищевая ценность и наличие жиров растительного происхождения – главные претензии к молочной продукции Тырновского молочного завода. Некачественную продукцию сотрудники управления Россельхознадзора на этом предприятии выявляют уже в четвертый раз. В отношении данного производителя возбуждены были дела об административных правонарушениях, материалы дела были направлены в суд. Согласно решениям арбитражного суда, данный рязанский производитель за изготовление и выпуск в обращение небезопасной молочной продукции был привлечен к ответственности на общую сумму 350 тысяч рублей. Завод, кстати, попадает в поле зрения сотрудников не первый раз. Внеплановые проверочные мероприятия проводились и в 2020, и в 2021 году. Нарушения были, говорит Михаил Ковалев. Завод даже вставал на путь исправления. А потом круг начинался по-новой. Кстати, это не единственное предприятие, на котором сотрудники устраивают проверки. Просто другие на нарушения реагируют иначе. Бывает несоответствие у наших рязанских производителей, но в дальнейшем все исправляются, все находят пути. Говорится, исправление в этом плане, чтобы в дальнейшем не допускать выпуска в обращении некачественной продукции. Усиливают контроль, программ производственного контроля, протокол испытаний дополнительно проводят продукции в случае, где-то, если имеется отклонение в какой-либо, по каким нормативным показателям. Позиция управления Россельхознадзора принципиально фальсификату не место на прилавках. Поэтому напоминают покупателям, что проверять маркировку у тех же молочных товаров нужно тщательнее. Притом не только в магазинах, но и на ярмарках выходного дня. В первую очередь всегда при приобретении смотрите, чтобы у нас на продукции всегда была маркировка товара. И никогда не стесняйтесь спрашивать у продавца документы, которые подтверждают подлинность качества данной продукции в этом плане. То есть ветеринарно-сопроводительные документы должны иметься на каждой точке реализации продавца для подтверждения того, что данная продукция является безопасной. На каждом товаре есть маркировка, как он должен храниться. Когда на улице стоит жара, а та же бутылка молока вместо, допустим, плюс шести на упаковке лежит на раскаленном прилавке, нужно призадуматься. Тогда параллельно с сотрудником управления Россельхознадзора о безопасности того, что мы едим, будут думать и сами люди. Лето – время активных видов спорта. Дети с утра до вечера катаются на велосипедах, самокатах, роликах. И подобные увлечения чреваты различными травмами. Что делать, если ваш ребенок получил травму, а под рукой нет медицинских пунктов или аптечки? Герман Гущин расскажет. Лето – долгожданное время для активного отдыха у взрослых и детей. Но при всех очевидных плюсах есть один существенный минус. Травмоопасность в этот период буквально зашкаливает. В среднем, как говорят врачи, она возрастает на 20%. Дошкольники чаще всего получают так называемые бытовые травмы. Сейчас лето. Очень долгожданный период для многих, в том числе для детей, особенно для детей. И вследствие этого они остаются без надзора и в огромном количестве поступают к нам в отделение. Начиная от каких-либо достаточно простых травм, укушенной ссадины. Сейчас же огромное количество животных. Соответственно, дети кусают животное и заканчивают тяжелыми сочетанными травмами после дорожно-транспортных происшествий. Тут нет какой-то четкой градации, как именно получают травмы. Просто сейчас лето, поэтому сейчас популярны велосипеды, самокаты, огромное количество самокатов, ролики, падения с крыш, с гаражей, то есть каких-либо высот, с турников. По словам врачей, не стоит думать, что ушиб, порез или укус мошки – это пустяк, который сам пройдет. В случае обширной гематомы боль может беспокоить ребенка очень долго. Порез, ссадины могут быть инфицированы, а укус обычного комара вызвать аллергическую реакцию. Именно поэтому первую помощь нужно оказывать незамедлительно. В зависимости опять, какая травма, какую травму получил ребенок. Если же это какое-либо простое осаднение кожных покровов, что мы чаще всего видим, эти травмы обрабатываются либо самостоятельно, либо в травматологическом пункте при нашей больнице. Значит, в первую очередь, что необходимо сделать – это промыть место повреждения, желательно чистой водой, и приложить асептическую повязку. То есть никакого подорожника, ничего такого делать не нужно. И лучше, соответственно, приехать сюда к нам для того, чтобы все обработать и в случае необходимости сделать еще и анотоксин столбнячный. По мнению врачей, в повышенном риске получить травму свою роль играет и чрезмерная нагрузка в школах. Выходя на улицу, переутомленные школьники просто теряют концентрацию и не успевают быстро среагировать на возникшую опасность. Кроме того, дети перестали играть в коллективные игры. А ведь подвижные игры развивают ловкость, умение владеть своим телом и быстроту реакции. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». С 13 июня в Успенском соборе Рязани находится ковчег с частицей мощей Блаженной Матроны Московской. Святыня будет пребывать в нашем городе до 19 июня. Поспешите, если планировали прикоснуться к чудотворным мощам и обратиться к святой прямо в своем городе. После этих выходных ковчег отправится в следующий пункт. Ковчег с частицей мощей принял и торжественно перенес в храм митрополит Рязанский Михайловский Марк. После краткого молебна собравшиеся могли поклониться святыне и молитвы попросить о помощи и заступничестве. В этом году мощи Матроны Московской приносятся из Свято-Успенского мужского монастыря города Московск в пределы различных епархий Центрального федерального округа. Вот буквально с мая, с 4 мая, мощи уже посетили несколько годов Подмосковья, Елецкую епархию, Липецкую епархию, Тамбовскую епархию. И, наконец-то, прибыли в Рязань. Святая Матрона интересна тем, что она практически современница нам. Еще остались люди, которые видели ее живой и были свидетелями чудесных исцелений и предсказаний. Свидетельство того, что она слышит, она молится и она людям помогает, как раз это свидетельство является лучшей проповедью в нашем мире. И поэтому как раз люди ее и почитают. Святитель Николай весь мир знает, Матрону Московскую вся Россия знает. К ней прибегают в своих бедах во всех житейских, в духовных бедах, в проблемах бытовых. И она слышит, помогает. Поэтому к ней шли, идут и нескончаем поток. Я думаю, будет еще идти. После смерти Матрона продолжает помогать тем, кто обращается к ней за помощью. Вопросы у людей разные. Кто-то приходит к мощам за исцелением от болезни, кто-то с бытовыми или семейными проблемами. Мы молились о ребенке, ждали его очень. И у нас все получилось. И вот мы удачно привезли сюда к нам ее в Рязань. И вот мы сюда пришли от благодарности. Матрона Московская – одна из самых почитаемых святых в стране, хотя была канонизирована относительно недавно, в 2004 году. Сейчас мощи блаженной постоянно пребывают в Покровском монастыре Москвы. Десятки тысяч верующих приезжают в столицу, чтобы помолиться у ковчега. Святую особенно часто просят о помощи женщины, у которых нет детей. А в Рязани поклониться святыне можно до 19 июня. До этого дня ежедневно в Успенском соборе будут совершаться два молебна с пением Акафиста в 10 и в 15.30. В областном художественном музее имени Пожалостина начала работу выставка «Небесные граждане» московской художницы Елены Черкасовой. Елена Черкасова – член секции иконописи Творческого союза художников России. Активный художник и иллюстратор. Ее работы украшают многие православные издания. Многие из ее персонажей от святых до обычных людей не имеют губ, что показывает их сосредоточение на внутреннем духовном мире. Увидеть и изучить тонкости можно будет до 14 августа. С первых минут знакомства с творчеством Елены Черкасовой зрителю бросается в глаза черты византийского искусства – армянской и грузинской иконописи. На первый взгляд – типичный примитивизм. Однако все эти сюжеты выполнены в уникальном стиле, с особым сочетанием цветов и линий. Свою главную тему – возможность говорить о Боге – автор передает через библейские притчи. Живопись московской художницы Елены Черкасовой сложна и глубока. Говорят критики, для понимания ее работ необходимо долго всматриваться. Выставка Елены Черкасовой – это живое доказательство того, что религиозное искусство всегда актуализируется под стать времени. Нельзя назвать ее произведение иконами, и вместе с тем это живое воплощение настоящего, такого подлинного прочтения Евангелия, Ветхого Завета и житийных текстов. Елена Черкасова – художник поистине живой. И вот это ощущение вечного, непрекращающегося праздника жизни, праздника встречи с Евангелием мы хотели бы представить зрителю. Все картины – своеобразные отсылки к текстам Ветхого и Нового Заветов. О Боге и вере можно говорить, не прибегая к традиционному языку, иконописи и реализму. Елена изобретает свой собственный стиль. Экспозиция выставки была составлена специально для нашего музея. Мы сосредоточились на прочтении библейского текста. Здесь можно найти сюжеты из Ветхозаветной истории и, конечно, евангельские сюжеты тоже. Помимо прочего, есть несколько произведений, написанных или нарисованных под впечатлением от духовных текстов, прежде всего молитв и псалмов, но таких меньшинство. Некоторые произведения, в частности «Флора и фауна» за моей спиной, были написаны специально для этой выставки, чтобы, ну, скажем так, завершить погружение зрителя в контекст вот этого духовного поиска. В нескольких залах художественного музея более полусотни живописных и графических картин автора, которые были написаны в последние годы. Многие работы хранятся в частных собраниях в России и за рубежом. Выставка в художественном музее имени Пожалостина проработает до 14 августа. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». История о любви написана немало, но это точно не оставит равнодушных. В Театре драмы сдали новый спектакль по одноименному роману Эрика Сигала. И это ремейк. Несколько лет назад его уже играли на этой сцене, а теперь решили пересмотреть. Новое прочтение зритель сможет увидеть после открытия сезона. А мы посмотрели заранее. Они познакомились в университете. Он студент Гарварда, звезда хоккейной команды и сын миллионера. Она учится на искусствоведа и занимается музыкой. Любящая дочь отца булочника. Полюбили друг друга и поженились. Через несколько лет она умерла. Простая и бесхитростная, казалось бы, история любви. Но каждый увидит ее по-своему. Спектакль – это история любви двух молодых людей. Настоящей любви, которая так редко встречается в жизни. И которые все так стремятся и хотят обрести. Не у всех это получается. Еще есть тема отцов и детей. Тема очень душесшипательная, потому что мы не всегда чувствуем и понимаем своих детей. Нам кажется, что мы прекрасно знаем, что им нужно. Мы не слышим их. И делаем от этого только хуже. В спектакле герои все сложности преодолевают, благодаря чему связь отца и сына восстанавливается. Между тем, счастливого конца в этом действии не будет. Все как в жизни. Роль у меня потрясающая. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что это большая редкость. Не всем артистам удается сыграть и получить такую роль. Конечно, это не какая-то Джульетта великая, не Гамлет, моему партнеру достался. Но я вот когда репетировала, я вот думала, е-мое, не сыграю Гамлета. Хотя могу. Ничего страшного. Не сыграю Джульетту уже постарелую. Ничего страшного. А вот то, что у меня было в моей жизни вот такое счастье, это очень ценно. Много лет назад тот же спектакль, поставленный тем же режиссером, уже был на этой сцене. Но история получилась совсем другая. Я повзрослела, стала взрослее и опытнее. Все-таки была еще сама молодая девушка, когда ставила спектакль этот первый раз. Но так же волнительно, как и в первый раз. Как все заново. И артисты в главных ролях молодые, только поступившие в труппу. Я смотрел по видеозаписи, когда мы начали делать этот спектакль. Я видел видеозаписи. Помогло вам это или наоборот? Нет, я не отталкивался. Что вы хотели сказать зрителю? Лично вы. Дороже любви нет ничего. Слезы на глазах артистов, на глазах зрителей. Щемящая душу история о главном. О важном. Она непременно затронет потаенные струнки души. Вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса зрителя. Спектакль будут играть на малой сцене, что будто вовлекает в происходящее, создавая эффект интимности, камерности и причастности к происходящему. Увидеть спектакль на сцене рязанскому зрителю доведется в новом театральном сезоне осенью. На этом у меня все новости. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова